Привет! День сегодня хороший, солнечный, суббота, 5 февраля. Вот если у вас нет блога по каким-то причинам, своего собственного, и вы думаете так же, как я думал совсем не так давно, что, ну а какой я, собственно говоря, блогер? Обыкновенный человек, никакой не специалист в интернет-бизнесе. Обыкновенный пользователь, такой весьма поверхностный. Если вы так думаете, и у вас по-прежнему нет блога, то я думаю, что это ошибка. Ошибка. Потому что блог, видео, ну или там какой хотите блог, я называю свой блог видео, и у меня в основном видеоматериал, контент называется. Я думаю, лично я думаю, что блог должен вести каждый человек. У меня такое ощущение, что блог – это твоя территория в интернете, твоя земля, в кавычках, твое имение, твоя суверенная часть интернета, куда никто не может вторгнуться. Это твоя личная территория. Здесь ты проявляешь себя как личность. Здесь ты просто в хронологическом порядке фиксируешь свою жизнь. Конечно, происходит постепенное осознание, прозрение и понимание лично мною, что для меня мой блог. Я далек от мысли, что я что-то там, чего-то достиг, но я начинаю понимать, зачем мне это. Я могу здесь выражать себя, я могу, повторяясь, фиксировать день за днем свою собственную жизнь. Я могу передать свой опыт, я могу иметь общение с другими людьми, я могу здесь выстраивать нечто. Поскольку, если я постоянно и работаю над блогом, то он выстраивается. Большинство-то людей, я знаю, начинают, в понедельник, к субботе завершают. И потом, давненько я не был на блоге. Давненько я ничего не размещал. Вот сейчас-то я вас поражу, и теперь я буду делать это регулярно. И вот у меня такие планы. И потом опять смотрят человека месяц, и два, и три. Нет, опять он приходит. Ну, я сам такой был. Я сам был такой до некоторых пор. Я прочитал историю одного человека, который разошелся с женой и разрушил таким отношением со своей любимой дочерью. Девочка, подросток. И она считала его предателем. Хотя, поводов для развода было, короче, тема отдельная, почему люди разводятся. Но самое страшное для него было то, что он потерял отношения с дочерью. Она не хотела его ни видеть, ни слышать, и у него не было никакой возможности обратиться к ней. Он стал вести блог. И он на этом блоге обращался к своей дочери. И он рассказывал ей день за днем. Сначала он просто завел этот блог и стал рассказывать ей, записал видео, чтобы она посмотрела его. А потом он стал еще, еще, еще. Конечно, она ничего этого не видела, но он стал к ней обращаться. Он как бы писал ей письмо для счастья в пространстве. Он написал свою жизнь до, потом постепенно он втянулся, и это было обращение к своей дочери. И потом так получилось, что он погиб. И когда он погиб, то повзрослевшая дочь получила в наследство вот этот блог. Вся жизнь ее поменялась в результате того, что она читала и смотрела то, что отец оставил собственно говоря, для нее в этой жизни. Он никогда бы не смог донести до нее в реальной живой жизни то, что он думал. То, что он хотел ей сказать. То, за что у него болело сердце и душа, и то, что он хотел ей донести. Но так уж получилось, к сожалению, что она стала читательницей его блога только после его ухода. Но сам факт, меня эта история до глубины души потрясла. Сам факт, что примирение, понимание и возрождение любви пришло после смерти через вот этот вот материал, который был им размещен на блоге. Сегодня вся информация там, в интернете, в облаке. Все эти старые фотографии, которые мы достаем, и диски, которые у нас с какими-то видеоматериалами, это все превращается в прах. Вся информация цифровая сегодня. И есть шанс, что эта информация может храниться, очень долго. Что может быть ценного, более ценного, чем для людей, которых мы любим, которые нас любят, чем задушевленный разговор один на один с видеокамерой, предназначенный для любимого сына или дочери, или для близкого человека. или что может быть еще более важного для людей, чем живой рассказ, живого человека о том, что он перенес в этой жизни, как он боролся, какие трудности он преодолел, как он шел к успеху, или как он шел к своей цели, как он шел к своей мечте. Что может быть еще более ценного, как чужой опыт в постижении чего-то, или в освоении чего-то. Я вот изучаю блоги известных людей, вернее, блоги, наиболее посещаемые, пользующиеся максимальной популярностью. Вот в 50 топ-блогов мира, например, входит блог, на который заходят тысячи, десятки тысяч людей в день, обыкновенные семьи из пяти человек, которые получили клочок земли, клочок земли где-то в Англии, под городом каким-то, и начали там взращивать пищу для того, чтобы быть здоровыми, чтобы правильно питаться. И что у них из этого получилось? Они каждый день просто в хронологическом порядке исследуют, фотографируют и описывают свои сельскохозяйственные дела. Потрясающе. Показывают свои грязные ногти, показывают, как они закатывают эту морковку, как они сажают этот, не знаю, петрушку. В голову мне никогда в жизни не могло бы прийти, что это будет людям интересно. Какая-то женщина молодая в русском интернете вяжет крючком и, значит, свои работы выставляет тысячи людей. Тысячи людей увлеченных. Какой-то парень занимается бизнесом, но две недели в году, значит, две недели в месяц посвящает путешествию и фотографируется. И дает дельные советы, как сфотографировать, как снять, как текст написать. И люди благодаря его советам начинают это делать. И самое главное, благодаря его усилиям, его интересам, его хобби, его устремленности имеют вместе с ним возможность видеть другие страны, другие города, другие народы, другие лица. Его фотографии и тексты, он короткий. Потрясающий весь блог. На этом блоге можно поднять людей, можно изменить чьи-то судьбы. Короче говоря, я веду свой блог для того, чтобы помочь людям прорваться. Я мыслю таким образом, чтобы если хотя бы один человек с десяток людей, которые регулярно, привычно заходят ко мне на блог, получают какую-то мотивирующую, заряжающую энергией информацию, вдохновляются чьими-то примерами, становятся более уверенными в своих собственных силах и просто у них поднимается настроение и они крепнут духовно, то я буду этому рад. Я, конечно, имею более далеко идущие цели, у меня есть планы, я надеюсь, что это будет когда-нибудь видно, но время скоротечно, дни летят, дни летят, и когда дни пролетают, если они не зафиксированы в цифре, то они слиты в унитаз. А если вы сумели день за днем 10, 20, 30 минут посвятить блогу своему, то вы зафиксировали свою жизнь, вы передали опыт, вы написали книгу своей жизни, вы отдали детям нечто важное, и потом они, повзрослевшие, после нашего ухода посмотрят внуки и скажут, вот твой дедушка, каким был и твоя бабушка, не важно, что вам сейчас 25, пройдут годы, поверьте мне, быстро, и у вас будут внуки, и ваши внуки будут. Говорят, елки-палки, а я ее не слушал, балда, а оказывается, она гениальная женщина, оказывается, она была крутая, оказывается, она... И самое, что важное, произойдет в результате этого, они станут лучше, они могут услышать нас вот так, опосредованным таким образом, а в то время, когда мы им в глаза говорим что-то, назидаем привычно, чему-то учим, они могут нас не услышать. Введите блог. Субтитры сделал DimaTorzok.